Калина, я зарубка трудовых ресурсов! Сначала водителям КАМАЗов отказывались отдавать трудовые книжки, пока они не выплатят деньги за топливо. Люди обратились к правозащитникам. В итоге всех уволили. Владимир Григорьев проработал на Калине более 30 лет. Неоднократно был премирован, как лучший водитель. Зачитывает запись в трудовой. Уволен за совершение виновных действий. По этой статье уволили всех водителей. При этом руководство Калины выплатило им зарплату за январь и февраль. Тем, кого обвиняли в краже топлива, почему-то даже дали премию. В шоке. Толку-то, что выплатили. А дальше существовать на что мы будем сейчас? Водители КАМАЗов уже направили жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру. Пока проверка даже не началась. Непонятна ситуация с госорганами. На сегодняшний момент нет ответа. Нет прокуратуры Свердловской области, прокуратуры Октябрьского района. Нет ответа от государственной инспекции по труду, которому еще 14 числа отправили все жалобы. Они вообще отказываются от того, что эту жалобу получали. Ситуация более чем странная. Бывшее руководство к участникам пикета не вышло. Из машины неподалеку недовольных снимает на камеру сотрудник службы безопасности. Они боятся и пока слива, с машиной в три шестерки число дьявола снимают, как мы проводим массовый пикет, боясь даже выйти к нам на встречу. По телефону мы связались с одним из руководителей группы компании «Юнилевер», в состав которой входит концерн «Калина» Ирины Бахтиной. Она пояснила, что водителей уволили из-за того, что они отказались дать письменные объяснения после пропажи топлива. Доверие штука тонкая. Завоевать его очень сложно, а утратить довольно легко. Вот те основания, которыми мы располагаем, они послужили достаточными для того, чтобы сейчас рассматривать вопрос о возбуждении уголовных дел. Объяснить свои действия самим уволенным сотрудникам руководства нужным не посчитала. Спустя час водители «Камазов» сворачивают плакаты и надеются, что разговор все-таки состоится, но уже в другом месте. Завтра водители «Камазов» отправятся в суд и подадут иск к концерну «Калина». Так будут добиваться восстановления своих нарушенных прав. Изменения формулировки записи об увольнении в трудовых книжках потребуют и возмещения морального вреда каждому водителю по 100 тысяч рублей. Елена Поморцева, Евгений Лапидус. Новости 4 канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Тректор А.Кулакова Охивненно Охивненно Нjän得 Отдих